Всем привет! Говорит Австралия! Вы смотрите NoWorish Channel, меня все еще зовут Энжи, но сегодня я вам не буду рассказывать, что же мы тут делаем в Адалаиде, как нам живется и так далее. То есть сегодня у нас будет не совсем такой стандартный выпуск, потому что именно сегодня я решила, что нужно вам рассказать и показать, что же такого я накупила для отправки в Украину. Да, мы решили поздравить родных и близких с Рождеством, Новым Годом, там еще парочка дней рождений намечается. В общем, накупила я массу прикольных вещей. Да, это небывалая ситуация, потому что за все три месяца, наверное, это впервые мы уделили магазинам так много внимания. Сегодня я даже попыталась соблюсти такой новогодний рождественский дресс-код. Вы видите, что футболочку такую одела под цвет елки, помаду красную накрасила. И да, вот эти сережечки, это тоже моя сегодняшняя обновка. Кстати, эти сережки очень популярны среди местных жителей, причем я не скажу, что среди молодежи, а наоборот, скорее у женщин за 50. Очень много бабушек я видела, которые ходят по городу, одетых в цветах Нового Года, то есть так вот, как я сейчас, или просто в бело-красной, у которых заколки, сережки или брошки в виде лиц Деда Мороза, елок и так далее. Они, видимо, очень любят этот праздник, но у меня сложилось впечатление, что здесь вот целое такое отдельное сословие. Рождественских бабушек. Тем не менее, я не устояла от такой покупки, мне очень они нравятся, они классно звенят, прям как колокольчики на закарпатских коровках, почему-то у меня такие ассоциации. И да, еще один момент. Конечно же, вы заметили, что я почему-то сижу в спальне. Вот видите, могу даже на кровати попрыгать, подурачиться. Позвинить своими колокольчиками. Я решила просто создать для себя, как минимум, какую-то комфортную, теплую обстановку. Что же может быть теплее, чем одеяло и подушка? Ничего. Ничего не может быть теплее. Как-то так. Наслаждайтесь моими любимыми фонариками сзади. Несколько мы магазинов обошли, сколько вообще единиц товара пересмотрели, чтобы найти, наконец-то, то. В общем, все, хватит болтать. Давайте, наконец-то, наверное, я вам покажу, что же я такого классного нагребла. Смотрите. Итак, это все наши покупки. Смотрите, как много. Сейчас я вам все-все-все покажу. Блин, тяжелые. Сейчас. Попробую. Блин, я звеню, как настоящая бульонка, ей-богу. В общем, первое, что мы купили, это вот такие замечательные перекидные календари. Мы решили, что это очень практичный подарок, потому что он легкий, его легко упаковать. Просто положила все. И пользоваться им будут наши родные и близкие целый год. Целый год будут смотреть, в данном случае, на замечательные пейзажи Южной Австралии. Как по мне, замечательная идея, причем очень бюджетная. Стоили они, если я правильно помню, не ошибаюсь, около двух долларов. Волшебные закаты на джете. Это, кстати, вот иллюстрация моего любимого вечера здесь. Следующим замечательным подарочком является вот такой мячик с символикой Аделейд Кроуз, Аделаийской футбольной команды. Вот это их эмблемочка. Он такой классный, надутый, в принципе, небольшого размера. Скорее всего, он не предназначен для такой серьезной, полноценной игры. Я думаю, что это ближе к сувенирной продукции. Но все-таки пару раз сыграть, побросать где-нибудь его на дачу, я думаю, можно. О, кстати, мы купили вот такие открыточки, я не знаю. Видно, не видно, я постараюсь потом показать поближе. Они как бы сделаны из крафт-бумаги. И на них наклеены фетровые кенгурушка и куалка. Я думаю, что вот эти красивенькие малыши поедут к родителям. Остальным родственникам мы купили еще вот такие открытки. Здесь, кстати, в Австралии, я не знаю, мне казалось, что в Украине как-то более спокойно относятся к печатной продукции, к открыткам, к всяким праздничным поздравлениям. Но здесь такое впечатление, что целый культ этого. Потому что сейчас магазины просто переполнены такими упаковками целыми одинаковых открыток, чтобы взял, купил, чтобы не париться, не выбирать. Это многие разные, там, своим друзьям, знакомым купил целую пачку по хорошей, выгодной цене и разослал всем своим друзьям. Что у нас дальше? Вот. Случайно мы зашли в магазин, Смок Март или что-то такое. Так вот, вместо табака мы нашли там вот такой замечательный сувенир. Это сувенирный автобус, я не знаю, он, наверное, как глиняный, что ли. Как по мне, он отлично передает австралийский образ жизни. Посмотрите, он такой немножко поржавевший, с серфами на крыше. Куда-то это семейство волшебное отправляется путешествовать. Двоим папам в подарок мы решили приобрести футболки. Две одинаковые. Вот такие. Они очень мягкие и классные, с австралийской тематикой, с флажочком. В принципе, такие универсальные. Мне кажется, что могут поносить не только на дачу, но и в городе. Вот. Давайте оставлю ее здесь для антуража. Не знаю, видно, не видно будет. Вторая такая же. Дальше. А дальше будет интересная уже девочка. Мы накупили огромное количество масла папайи. Вот. В всех возможных и невозможных емкостях и разных фирм и брендов. Вот, смотрите. А, кстати, Лукас мы в этот раз решили не брать почему-то. Решили взять, попробовать вот такие Real Pao Pao Ointment. Но Лукас у нас тоже есть. Давайте открутим, посмотрим, что там внутри. А, видите? Ой, как пахнет! А пахнет замечательно, так как... Ммм, а Лукас так не пахнет. Прям папайя. Класс. Я считала, что штука эта очень и очень и очень и очень и очень полезная. В общем, поэтому я изначально приобрела себе, а сейчас уже в качестве сувениров решила, что стоит отправить эти штучки в Украину, чтобы тоже пользовались, увлажнялись, несмотря на то, что у них там зима. О, простите, у нас, у них. Кстати, я не знаю, люди, которые переехали в другую страну, как вы вообще разговариваете, как вы рассуждаете, как у вас вырывается в разговоре у нас? И как понимать, у нас это где? У нас в Украине или у нас в Австралии? Я не знаю. Когда-то мне этот вопрос задали, и я всё-таки решила, что у нас это у нас в Австралии, потому что в данный момент жизни мы находимся в Австралии, а у вас это в Украине. Но всё равно замечаю за собой в разговоре, что часто употребляю у нас в Украине. До сих пор ещё не привыкла, но, в принципе, я не думаю, что это такая уж плохая привычка. Я патриот, в принципе, за страной скучаю, за родителями скучаю, и не вижу ничего плохого в том, что всё-таки мозг ещё, судя по всему, не до конца перестроился. Хотя три месяца. Три месяца – это всё-таки тьфу, это не так много. Вот, ещё накупила вот таких бальзамов, Бёрдс Бис. Вы наверняка слышали об этой фирме, если вы хоть как-то краем уха, краем глаза или левой пятки интересовались косметикой. Пробовала в магазине парочку кремов, по-моему, и мне очень понравилось. В состав вот этих помадок входит пчелиный воск. Я думаю, что на зиму, вот сейчас, как раз вам там, в Украине, мои родные люди очень не пригодятся. Ну и, конечно, какая посылка из Австралии может оказаться без вот этих двух компонентов? Вот такие кубики – это, на самом деле, никакие не игрушки вам, а очень серьёзное косметическое средство, содержащее в себе масло страуса Эму. Чего я только уже про это масло не читала. Смотрите, это мой новый друг. В общем, на самом деле, это баночка, в которую можно насыпать какие-либо сыпучие, сахар, муку и так далее. Это уже будут решать наши мамы. Внутри этой баночки находятся какие-то вкуснейшие рождественские печеньки. Есть у меня ещё второй друг лося. Вот такой вот пингвинчик. И вообще, я даже не знаю, как можно открывать им шею, отрывать голову, потому что именно на этом месте открывается баночка. Ну и, конечно же, сами понимаете, какая посылка из Австралии без вот этой волшебной штуки. Вы уже, наверное, смотрели видео про австралийские продукты. Если не смотрели, то обязательно посмотрите. Я её уже попробовала. Это называется «Виджемайт». Если вдруг вы не знаете, ещё не видели. В общем, посмотрите. Кстати, баночка, которую я открывала на том видео, до сих пор спокойно покоится в недрах нашего холодильника. Никто ещё её не продолжал и не заканчивал. Я чувствую, что ещё она очень долго будет там лежать. Один из моих подписчиков в Инстаграме написал комментарий, что иногда ему кажется, что «Виджемайт» изобрели специально для того, чтобы о нём говорили, потому что на самом деле штука гадостная, и все её покупают только для того, чтобы попробовать и вообще понять, на что оно похоже. Какая может быть? Может, это всемирный заговор? Ммм? Так думаете? Ну, мы, кстати, уже почти всё и посмотрели, да? Так неожиданно, быстро. Ах, да. Вот буквально последнее. Купили мамам вот такие полотенчики. На мой взгляд, штучка стильная. Конечно, дороговато, как для такого изделия. Аж порядка 10 долларов она стоила. Ну, вроде качество неплохое, должны быть хлопковыми. Я, с вашего позволения, не буду распаковывать. Хочу, чтобы они целенькие всё-таки доехали. Ну, по крайней мере, здесь написано, что «Дизайн инострелия». Ну, вот, собственно, и всё. Мы посмотрели все подарки. Возможно, конечно, я что-то забыла, потому что их действительно огромное количество. Я не знаю, видно вам, не видно, но я сейчас вот лежу в кучу всяких предметов, кучу пакетов вот здесь раскидано. В общем, я надеюсь, что это видео было вам хоть немножко интересно. Возможно, вы подчеркнёте какие-либо идеи для подарков. Скорее всего, я его опубликую уже после Рождества или даже после Нового Года. Всё зависит от того, когда посылочка моя дойдёт до адресатов. В общем, сейчас вся судьба этого видео, грубо говоря, лежит на плечах почты. Я завтра же его упакую, всё это отправлю, отнесу на почту и посмотрим, как долго оно будет идти. Потому что на почте мне сказали, что где-то 10 бизнес-дней, то есть 2 недели. Но мне кажется, что 2 недели оно будет идти чисто вот до Украины. А сколько вот там в Украине, по Украине оно будет ездить на таможне, сколько времени проведёт. Будет её осматривать, не будет её осматривать. Кстати, вообще хочу сказать пару слов об австралийской почте. Во-первых, я узнавала, сколько стоит посылка. До килограмма посылка стоит где-то в районе 50 долларов. Посылка 2 килограмма стоит около 80 долларов. Ничего не осматривать, не надо, в общем, приносить её в открытом виде, как нужно это было в Украине. И досматривать все эти предметы никто не будет, не нужно. В общем, на меня ещё так странно глянули, как бы и ответили, что ну нет, мне как бы не важно, не интересно, что вы отправляете. Я ещё так удивилась. Не имею никакого понятия, сколько это будет весить. Но я думаю, что всё-таки в 2 килограмма мы должны уложиться. Самые тяжёлые штуки это вот это, но хотя я не думаю, на самом деле, что они очень тяжёлые. Ну и на этой ноте давайте прощаться. Я надеюсь, что видео было для вас полезным и понравилось, что вы, возможно, подсмотрели какие-либо идеи для подарков своим близким на будущий Новый год или на предстоящий. В общем, да, я не буду опять повторять. Ну а так, всех с прошедшими или наступающими праздниками радуйте своих близких, обязательно дарите подарки. Не договаривайтесь о том, что вы не будете дарить, потому что обязательно кто-то из вас, двоих или троих, нарушит это обещание и что-то подарит, чтобы не было таких казусных моментов, чтобы не было кому-то приятно, а кому-то не очень. Всё-таки выбирайте подарки с душой, покупайте, готовьтесь заранее и приносите это счастье в ваш дом, потому что Новый год, Рождество – это одни из самых лучших праздников, которые имеет человечество. К сожалению, здесь у нас, в Австралии, мы ощущаем это ещё не так остро, потому что, да, действительно, снега не хватает. Но, скажу честно, что не хватает и вот так, чисто вот посмотреть, как он идёт за окном и всё, потому что ходить, поскальзываться я не хочу, это сразу вот эту магию праздника куда-то устраняет. В общем, не важно, ладно, на этой позитивной ноте буду с вами прощаться, всем пока, до новых встреч. Да, па. Дорогие друзья, большое спасибо вам за просмотр, если вам понравилось это видео, подписывайтесь на канал и ставьте лайки, а также не забывайте про наш инстаграм. С Новым годом и Рождеством, наступающим или прошедшим, пока-пока, пока-пока.